Две стороны улицы Челюскинцев словно из разных миров. Пока одна, которая удалось очистить от стихийной торговли, преобразилась в уютный сквер, на другой отголоски разногласий между горожанами и нелегальными торговцами. Коммерсанты вне закона, облюбовавшие перекресток проспекта Ленина и Челюскинцев, все еще создают неудобства жителям соседних домов. От рыбы сливается вода здесь грязная во двор, все несут во двор. И вот за углом подвал у нас. В общем, безобразие страшное, но немножко сдвиги есть. Создает неудобства. Ну и улица эта Челюскинцев очень узкая, и здесь такие машины подходят. И все, все это есть сейчас в магазинах. Слава богу, что все дешевое, доступное, можно все взять. Там, где пока порядка на территории нет, районные власти обещают навести его в ближайшее время. Соседние улицы захламляют и автомобили, которые средства передвижения превратились в склад для товаров. В них хранятся коробки, ящики, туда убирают продукты. Мы имеем возможность убирать и безхозяйные автомобили. И вот если вы посмотрите, у нас есть машины, которые здесь стоят, с которых ввелась торговля. На них уже наклеено объявление, уведомление, согласно которому владельцы автомобилей должны либо убрать автомобили, либо привезти в порядок. А вот торговые павильоны в порядок не привезти. Их ждет только одна участь – быть ликвидированными. В августе два киоска были вывезены, однако место сразу было занято другими предпринимателями. Но и им не удалось заработать вдоволь. Уже в рамках своих полномочий, которыми районные власти наделены с 1 сентября, отдел Потребрынка Октябрьского района прекратил их незаконную торговлю. Ликвидировали и точку продаж на улице Советской армии в районе НФС. В планах на дальнейшую работу еще десяток нелегальных объектов. У нас утвержден главой план график демонтажа пока сейчас до конца 2017 года. У нас запланировано к демонтажу 11 объектов несанкционированных, и в том числе крупногабаритных. После демонтажных работ и прекращения незаконной торговли сотрудники администрации Октябрьского района в ежедневном режиме следят за тем, чтобы несанкционированные киоски вновь не возникали по прежнему адресу или где-то поблизости, а торговцы-нелегалы больше не возвращались на насиженные места. По поручению главы города этим вопросом уделяется повышенное внимание. В целом в Самаре уже демонтировали 204 объекта. Из них больше 150 в результате тесного взаимодействия власти и собственников торговых объектов. То есть они сами демонтировали и вывозили свои павильоны. За счет бюджета в городе убрали 28 объектов потреб рынка. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, Василий Калдашов. События.